Это онлайн фронт предвыборной борьбы и здесь можно всё. В России стартовала предвыборная кампания и политические активисты отходят от традиционных тактик и осваивают интернет. Идёт ли речь о продвижении идей или распространении страхов, борьба в сети играет роль доселе невиданных масштабов. Называйте законы статью! Называйте закон статью, когда он должен статью! Серые костюмы и галстуки, звучащие со сцены слоганы. Это традиционный вид предвыборной борьбы, однако теперь это не модно. Сегодня кампания ушла в интернет. Это новая тенденция в России. Про-кремлёвские блогеры глумятся над оппозицией, изображая, как они возносят молитвы у посольства США по воскресеньям. Оппозиция же снимает смешные мультики о политиках, сделанных из конструктора Лего. Получать информацию становится всё легче и легче, однако интернет – это совсем не то же самое, что телевидение. Если на телевидении для привлечения внимания зрителя достаточно просто смотреть в камеру, вот так, то в сети всё совсем иначе. Чтобы ваше видео посмотрели миллионы пользователей, ваш продукт должен быть провокационным, наглым, а иногда и представлять абсолютно иную картинку. Владимир Путин, изображённый в образе героя книги про Гарри Поттера, стал сенсацией за ночь. Едва ли не символ будущей цветной революции в России. Вы согласны с такой оценкой? Если говорить откровенно, я когда увидел на экране чего-то такое здесь вот у некоторых на груди, я решил, что это пропаганда борьбы со спидом. Что это такие, пардон, контрацептивы повесили. Помимо ярких картинок против обитателей коридоров власти, используются броские фразы и слоганы. Оппозиционный блогер Алексей Навальный был в некотором роде первым. Год назад он назвал правящую партию «Единая Россия» партией жуликов и воров. Сначала оскорбительное выражение распространилось в интернете, однако затем попало почти во все российские и зарубежные СМИ. Спустя год после победы на парламентских выборах, партия переосмыслила лозунг, переменив смысл на удобный для себя. Голосуйте за партию жуликов и воров. За 10 лет экономического роста. За партию жуликов и воров, ученых военных, студентов и учителей, врачей. За «Единую Россию». Автор этого ролика и депутат Госдумы Роберт Шлегель доказал, что в онлайн-баталиях его партия тоже может принять участие. Моя цель – провокация, изобразить реальность хуже, чем она есть. Зачастую я сам не согласен с заявлениями в своих роликах, но это работает. Россия без Путина? Россия без Путина? Россия без Путина? Хорошо, почему нет? Отдайте свою страну, свою прекрасную девушку, какому-нибудь иностранцу. Что будет с Кавказом? Ничего. Давайте и его кому-нибудь отдадим. Технически видео сделано очень профессионально. Видно, что его делал высокооплачиваемый специалист. Оно взывает к низменным чувствам, но работает на 100%. Ваша первая мысль, что да, без Путина будущего нет. Но видео оппозиции настолько живопиющее. Еще одна горячая тенденция в этом предвыборном сезоне – прослушивание разговоров политиков и выкладывание записей в сеть. Те, кто принимал участие в масштабном митинге в декабре, были удивлены узнать, как один из вдохновителей мероприятия, Борис Немцов, назвал их во время одной из бесед по телефону. Это трусливо, такие хомячки из интернета, которые по клапану бьют там в Фейсбуке и ВКонтакте, да? Наивно ожидать учтивости от любой из сторон во время предвыборной кампании. Запрещенных приемов нет. Допустимо даже вмешательство в частную жизнь. Отсутствие личной жизни – сегодняшние реалии в мире политики. И поскольку сегодня интернетом пользуются уже 50 миллионов россиян, а это порядка 40% населения, в будущем мир будет полон интернет-аваторов, бросающих вызов в виртуальном мире без границ. Аватарс, pushing the boundaries of a virtual world without borders. Икселина Грачева, RT, Moscow.